Музыкальная школа поселка Лесной Городок принимала гостей торжественно с оркестром. Порадовали своими выступлениями и воспитанники Лесногородской школы искусств. С напутствием к новоселам выступил глава района Александр Георгиевич Гладышев. Хотел бы, чтобы вы имели возможность, а Лесной Городок к этому располагает, чтобы вы имели возможность, чтобы красивые у вас дети были в будущем, и чтобы вы имели возможность здесь очень хорошо жить, значит, и у вас было настоящее дома, семейное счастье. Александр Георгиевич Гладышев отдельно поблагодарил Сергея Самохина, ведь он не только построил эти квартиры, но и обеспечил новоселов мебелью. Предоставление благоустроенного жилья стало возможным благодаря созданию губернатором Московской области Борисом Громовым законодательной базы по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Благодаря этому сегодня шестеро молодых людей и стали обладателями жилья в новостройке. И, конечно, это в первую очередь огромная заслуга нашего правительства, нашего губернатора Бориса Селыча. Но я хочу сказать, и это огромная заслуга глав районов и городов. Я вот второй раз присутствую на вручении ключей в Одинцовском районе, когда год тому назад мы вошли в квартиры и посмотрели, вы знаете, вот где-то в душе вот такая мысль, как достойно сделано все с любовью, с душой и с таким желанием, чтобы человек, который входит в эту квартиру, чувствовал себя комфортно. Со словами поздравления и добрыми пожеланиями обратилась к ребятам Лариса Лазутина, депутат Московской областной думы, член партии «Единая Россия». И мне тоже очень хочется вам пожелать. Я знаю, конечно, у вас сейчас квартиры, какой-то есть минимум в этих квартирах, но все остальное только вперед. Сильно и часто работать локтями. Я желаю вам успехов. Вы такие молодые, красивые, талантливые. Я ни секунды не сомневаюсь, что у вас все получится. Удачи вам, наши дорогие. Глава района Александр Георгиевич Гладышев торжественно вручил ребятам ключи от однокомнатных квартир в новостройке с качественным ремонтом и всем необходимым для начала новой жизни, сообщив, что это еще не все, да укомплектовать квартиры им помогут. На сцену один за другим поднимались депутаты и предприниматели. И каждый вручал ребятам подарки. Микроволновые печи, наборы посуды, постельное белье, сертификаты на бесплатное подключение к кабельному телевидению от компании ТРК и интернету. Глава сельского поселения Лесной Городок Иван Ювченко вручил ребятам свидетельство жителя поселка Лесной Городок, заверив, что они могут обращаться в администрацию за любой помощью. А затем все отправились в гости к ребятам на чаепитие. Квартиры очень хорошо обставлены, все с душой, с любовью. Ведь люди всю жизнь работают, зарабатывают на жилье. А мне государство, наша администрация дала такой толчок просто в жизни. Ну как бы старт, и меня ждут новые горизонты. Большое, конечно, благодарность Одинцовскому району. Благодаря помощи муниципалитета нашей, мне было легко ее воспитывать. Еще когда сказали, что дали там множество подарков, ну это было просто, не знаю даже как сказать, ну эмоции, одни эмоции. Ну что сказать, я рада, конечно, за дочку свою. Слово благодарности, конечно, всем, кто помогал, кто обеспечивал это, кто дарил подарки. И просто желал всего доброго детям. Всегда приятно получать подарки, но еще приятнее преподносить их детям, особенно тем, которые не так часто их получают. Детям, у которых нет родителей. Государство позаботилось о том, чтобы обеспечить ребят жильем, так что теперь они могут жить самостоятельно, заводить семью и детей.